Интерес соликамцев к этому объекту особенный. С одной стороны, люди видят, что периодически на Погорельце ведутся ремонтные работы. С другой, само здание за свою 80-летнюю историю повидало немало. Даты окончания строительства кинотеатра считаются 1932 год. Но причем, если брать и смотреть документы 1932 года, то на протяжении всего этого 1932 года продолжалось обустройство кинотеатра. Кинотеатр возводили долго, сроки сдачи не раз переносили. Да и место строительства изначально предполагалось совсем другое. Сами горожане, по словам историка, далеко не сразу полюбили новый кинотеатр. Зато здание ежегодно требовало ремонтных работ. Одним словом, объект всегда был не из простых. В годы Великой Отечественной войны Горький, как и ряд других зданий Соликамска, размещал танковое училище. Известно, что в 1958 году проводилась опять же ремонт и реконструкция переоборудования кинотеатра под уже широкоэкранный. То есть, постоянно продолжали что-то модернизировать, ремонтировать, и жизнь продолжалась. Жизнь кинотеатра продолжилась и в лихие 90-е, и в бурные 2000-е. Правда, в иной роли. Интерес к кино упал, а к дискотекам и игровым заведениям вырос. Сначала клуб «Летучий голландец», после «Намбру ван». В этом статусе историческое здание и постигла беда. Пожар 30 августа 2010 года надолго запомнится огнеборцам. Пожару был присвоен второй номер сложности. На место пожара были направлены 8 единиц техники и 38 человек личного состава. По прибытию пожарных подразделений на место было установлено, что существовала угроза распространения пожара по всему зданию. Поэтому пожару был присвоен уже третий ранг сложности. Пожар удалось потушить лишь спустя 12 часов. Следствие установило, это был умышленный поджог. К счастью, в это время в здании никого не было. В течение пяти лет Горький оставался гадким утенком архитектурного облика Соликамска. К юбилею города дело сдвинулось с мертвой точки. Собственник привел в порядок подпорную стенку, установил перила. Попасть внутрь бывшего кинотеатра Горький нам так и не разрешили. Говорят, что небезопасно для жизни. На сегодняшний день судьба кинотеатра Горький по-прежнему остается под большим вопросом. Правда, хозяин сообщил нам, что в его планах вернуть историческому зданию былой облик. Сейчас составляется проектно-смертная документация. По смелым прогнозам, увидеть бывший кинотеатр Горький мы сможем примерно в 2017 или 2018 году. Продолжение следует...